Производство компании Argos Television Авторы сценария Луис Зелкович и Лаура Соса Композиторы Эрнесто Анания и Вилли Колон Операторы Маурисио Манесес и Родриго Куреев Режиссеры Моисес Орки Суркиди и Пабло Гомес Саенс Вы сидели в той машине в день, когда Аура плакала? Что с вами, сеньора? Да, да, все хорошо Знаете, сахар поможет вам восстановить нормальное давление Мы испекли пирог дома, попробуйте, он очень вкусный Хотите, я принесу? Пожалуйста, я ничего не хочу Спасибо, не надо Ты еще не сказала мне, куда мы едем? Я хотела взять тебя с собой в поместье дедушки, Дона Григорио Мне нужно попасть туда, чтобы разобраться в некоторых вещах В некоторых вещах? Бабушка сказала, что тело моей дочери кремировали И развеяли прах над морем Я с тобой, Аура Не волнуйся Спасибо Сеньор, вам станет лучше, если вы съедите кусочек Я присяду, я устала Я бы хотела узнать, зачем вы пришли к нам в дом Скажите Мы принесли этот пирог для Ауры Откуда вы ее знаете? Можете мне сказать? Да, мой сын играл на улице А Аура проезжала мимо на автомобиле Эстебен перебегал дорогу, он такой неугомонный Аура увидела его и вовремя остановилась Эстебен испугался и упал А Аура привезла его домой на своей машине Она произвела на нас хорошие впечатления и понравилась нам с сыном Моя мама испекла для нее пирог И мы принесли его Вы знакомы с ней по другой причине? Скажите мне, я бабушка Аура Я очень за нее переживаю Правда, я думала, вы ее мама Вы выглядите очень молодо Я задала вам вопрос Вы сказали мне правду? Ну, конечно Зачем мне врать? Обычно я не бываю в этом районе Нет, я живу не здесь У вас прекрасный дом Похоже, каждый, кто здесь живет, счастлив Ну что ж Ладно Вы наверняка очень заняты И мне уже пора уходить Извините, сеньора Извините нас Эстебан Эстебан Тебе нужно немедленно уйти Я звонила тебе, чтобы предупредить Не пугай меня Как будто какой-то рог висит над нашим мальчиком У меня живот сводит, когда я представляю лицо Доны Верхинии Пока Пока, Челло Здравствуйте, Дон Амадор Здравствуйте, Дон Амадор Разве она не должна сейчас быть в том доме? Она приходила навестить свою мать И сейчас как раз пошла домой Амадор, тебе нужно было остановить их? Я пытался, Фила, поверь мне Я хотел даже выбросить пирог Эрнестина меня чуть не убила Я понимаю Ты не представляешь, как меня беспокоит, что Нелли с ней встретится Она собралась пойти прямо к ней домой Эстебан очень настаивал Ведь это же девушка, которая спасла ему жизнь У меня просто сердце разрывается Ах, Амадор Путешествия, разные страны, культуры, съемки Даже я бы поехал, но я не фотограф Получить такую работу было моей мечтой И что? Ты примешь это предложение? Нет Я останусь в Мехико Ты же сказала, что это всегда было твоей мечтой Да, это прекрасная возможность Но возвращение на родину помогло мне увидеть все по-другому Мне очень помогла встреча с тобой Ты изменил мою жизнь Это правда А ты изменила мою Мы должны бороться за нашу любовь Мы победим Аора, я не хочу проблем Не хочу, чтобы сын страдал из-за нашего развода Вот за что ты мне так нравишься Ты всегда беспокоишься о сыне и его благополучии Послушай Я обещаю помочь, чтобы твой сын не страдал Я сделаю все, что смогу Правда? Мне страшно, Фило Я не знаю, что ей думать Что может случиться Я не знаю, чего ждать Послушай Челлу позвонит мне, как только они уйдут Я потом тебе все расскажу Прошу тебя, я буду ждать Вот ты где А я тебя ищу Что вы здесь делаете? Мы говорили о бизнесе, так, Фило? Да Я уже ухожу Прошу тебя, узнай о результатах Хорошо, Амадор Извини, Ернастина Ты странно ведешь себя, Амадор Я тебя искала, не знала, где ты О чем вы разговаривали? Я же сказал, мы говорили о делах Зачем ты меня искала? Что значит, зачем? Амадор, это уже второй раз Ты делал так дважды Скажи, что у вас с ней? Умоляю тебя, зачем мне это надо? Ты любовь моей жизни Да, любовь твоей жизни Надеюсь, ты меня не обманываешь, Амадор Послушай, ты моя радость Ну, если это так, чего ты ищешь в других местах? О чем ты говоришь? Ты единственная женщина для меня Эстебан Эстебан Я чувствую себя неловко, сеньора Я бы тоже чувствовала себя так, если бы мой сын был таким грубым Да, он избалован Отец его балует Я сейчас преподам ему урок Не беспокойтесь, сеньора Все будет нормально Аура сказала вам, что она делала в вашем районе Нет Я ее не спрашивала Я очень удивилась, когда увидела ее в таком бедном районе Ведь она живет в этом роскошном доме Просто потрясающий Мальчик Ты кто? Что ты здесь делаешь? Я Эстебан Ринкон А ты? Я Игнасио, я здесь живу Очень приятно Ты здесь живешь? Кто этот старик? Он святой? Да? Нет Он не святой Он мой дед Мы уйдем сразу, как только я подпишу чек Ты как-то по-другому выглядишь Не знаю Почему? Это из-за сережек Я их раньше не видел Откуда они у тебя? Поклонник Мне их подарил Я встречаюсь с ним, пока мой муж на работе Он уделяет мне внимание Он должен быть симпатичный Куда мне до него? Нет никого красивее, чем ты Твой сын подарил их мне Правда, они чудесные? Я рада, что Игнасио считает меня твоей девушкой И хочу, чтобы ты тоже доказал мне это Я хочу, чтобы твоя бывшая жена Покинула твое сердце Я многого прошу Я знала, что вернуться в этот дом будет тяжело Но это было необходимо Там живет не одна только бабушка Там Игнасио, мама, Чело Херман Херман и Алехандро Херман и Алехандро Дети мужа моей мамы Я хочу спросить Это Херман был с тобой, когда я впервые тебя встретил? Нет, это Серхио К счастью, он не живет в нашем доме Он идиот Херман хороший человек Добрый, милый Ну, хватит Хватит Адриан Я не хочу, чтобы у нас были друг от друга секреты Ты должен знать, что мы с Херманом встречались много лет назад Мы были совсем молодые Но все кончено Это в прошлом Правда? Ясно В прошлом для тебя? Да В моей жизни есть лишь один мужчина Это ты Ладно, пора следить За дорогой Он умер? Да Он умер очень давно А я не хочу, чтобы моя бабушка умирала Не думай об этом Она не умрет А почему ты сидишь в этом кресле? Потому что я Попал в аварию Много лет назад И повредил ноги Я не могу ходить Поэтому должен передвигаться в этом кресле Я не чувствую этой ноги Правда? Я тебе не верю Я серьезно? Я тебе не верю Ущипни меня Тебе будет больно Не будет Я ее не чувствую Ущипни Я же говорил Можешь ударить, я не чувствую Это мама Она меня отругает Не отругает, ты хорошо себя ведешь Нет Эстебан Не делай так Я тебя предупреждаю Только не здесь Простите нас Не беспокойтесь Это я с ним и разговаривал Мы с Эстебаном добрые друзья, правда? Да Не тяни его за рукой, Эстебан Рад познакомиться Я Игнасио Я Нелли Самбрано Очень приятно Этот портрет его дедушки Наверное, это ваш муж? Ваш сын умный и очень милый Да, я знаю Хотите выпить молочный коктейль? Да Уже поздно Они уже уходят, Игнасио Мы не уйдем, пока не придет Аура Я хочу подождать Ауру Аура? Это вы звонили? Это были вы? Да Конечно, мы знаем друг друга Мы уже разговаривали, да? Подождите, Ауру А пока мы можем выпить коктейль Это так неудобно Какой вы любите? Шоколадный, ванильный? Шоколадный Клубничный? Шоколадный Вишневый? Шоколадный Допивай свой коктейль, милый Нам пора идти Ну, подожди Не испачкай футболку Ты ведь говорил, что не чувствуешь ее Все хорошо, Нелли Мы просто играем Здравствуйте, сеньора Как ты, Игнасио? Хорошо, спасибо Где сеньора Верхини? Не знаю, она куда-то вышла Вы ведь кузина Филомены Я вас видела в нашем районе Да, она моя двоюродная сестра Я навещаю ее иногда Принеси, Нелли, что-нибудь выпить Нет, нам пора Пойдем, Эстебен Подождите, Аура Она скоро вернется Спасибо, но я не могу, Игнасио Мне нравится Аура Вы ее родственник? Я ее брат Откуда вы ее знаете? Она чуть не сбила меня на машине Когда я играл на улице Я уже давно так себя не чувствовал Я думал об этом, но Не хотел тебе говорить Я хочу сказать тебе Что я все больше тебя люблю Я тоже, Адриан Пока я не хочу на многое надеяться Ведь нам нужно решить столько проблем Я больше не могу скрывать свои чувства Я уже говорил со своей женой То есть? Нам нужно быть честными друг с другом Поэтому я рассказал ей Аура Я не могу больше скрывать свою любовь Не могу Поздравляю, братишка Мы проделали большую работу Теперь отдай копию секретарю Хорошо Папа, мы все сделали Тебе что-нибудь нужно еще? Нет? Все остальное в порядке Отлично Тогда до встречи До свидания, Серхио Был трудный день Как ты? Все хорошо Хочешь немного выпить? Нет, спасибо Прости, что накричал на тебя утром Не беспокойся Не беспокойся Херман Расскажи о своей личной жизни Что происходит? Папа, я должен принять важное решение в своей жизни Это трудно Когда ты не очень уверен Не ходи вокруг да около Скажи, в чем дело? Я сказал Клауди, что не хочу на ней жениться Ты в своем уме? Я понимаю Херман очень скрытный Но я знаю Он ценит тебя Доверяю тебе, Фернандо Он что-нибудь говорил тебе? Да, говорил Он многое мне рассказывал Он сказал тебе? Почему? Клауди, я знаю, что ты чувствуешь себя ужасно Я знаю Но так нервничай Ты ничего не решишь Тебе надо успокоиться Херман запутался Фернандо, прошу тебя, пожалуйста Скажи мне Что Херман Тебе сказал Я выскажу свое мнение Пусть пройдет время Херману нужно Заново найти себя Ему нужно выйти из этого тумана Имя этого тумана Аура Он оттуда никогда не выйдет Ты ошибаешься Каждая пара испытывает сложности Перед свадьбой Это нормально Тебе нужно потерпеть Все наладится Ты знаешь, как для нас важна семья Клаудии Ты знаешь, как давно мы несем ответственность за их бизнес Ты понимаешь, что ты делаешь? Это моя жизнь Как адвокат ты должен понимать, что жизнь состоит из поступков Ты совершаешь либо хорошие, либо плохие поступки Например, женить бы на Клаудии Это хороший поступок Мне не нравится, что ты так относишься к моей жизни Я не пешка на шахматной доске, я твой сын Именно это ты и должен понять Ты допускаешь грубую ошибку Папа, я не могу противостоять любви к Ауре Ты не понимаешь Аура Моя жизнь Твоя жизнь? Ты не поступишь так со мной, Григорио Ты дважды обманул меня Ты изменял мне многие годы А потом поменял свое завещание Ты не уничтожишь меня Ты не сможешь этого сделать, Григорио И если у тебя есть сверхъестественная сила, чтобы привести этого мальчика ко мне в дом У меня есть сила, чтобы выбросить его из моей жизни И из жизни моей семьи, Григорио Я обещаю избавиться от них Ты врешь Тебе здесь нравится, Эстебен? Да, очень нравится Мой дедушка любил здесь читать Он проводил здесь много времени Каждый раз, когда я приходил, он прерывал чтение и играл со мной Мой дедушка тоже так делает Конечно Правда, он играет со мной, читает сказки Иногда ходит со мной на футбол Но дедушка не берет меня полетать на самолете Зато папа это делает Ты летаешь на самолетах? Да, я знаю, как ими управлять и как приземляться Это самое сложное Смотрите, вот они Эстебен Мы ищем тебя в этом огромном доме Простите, это я его задержал Мы так и не дождались Ауры Она еще не пришла, милый Жаль, что вы с ней не встретились Она бы очень обрадовалась Представляю Я скажу, что вы приходили и ждали ее Да, я хотела попрощаться с сеньорой Бабушку трудно отыскать, Нелли Я передам ей Хорошо Тогда нам пора Я провожу вас 737-й, торопись Я попрошу Эрасма отвезти вас домой, хорошо? Конечно Спасибо Челито Я скажу Филомене, что видела вас И обязательно передам ей привет Пожалуйста, передайте Спасибо вам Спасибо вам Садись в машину, чемпион Пока, Игнасио, спасибо Скоро увидимся Было приятно познакомиться Как поживает кузина, Челло? Почему ты так напугана? Скажи Кому ты отдала ребенка? Кому? В чем дело, Челло? Ты оглохла? Сеньора Я всего лишь сделала, что вы мне сказали Я вам говорила, что передала ребенка своей кузине Она работала в сиротском приюте Она отдала его в семью Это хорошая семья Я не знаю их лично, они живут в районе Куда я ходила недавно Я уверена, что эта семья хорошая Мальчик был здесь Как он оказался в моем доме? Этого просто не может быть Откуда он знает Ауру? Как Аура оказалась в том районе? Сеньора, клянусь, я не знаю Я только знаю, что у него хорошая семья Ну, вы же сами видели, что она замечательная девушка А они не знают, что мальчик Ты что, не понимаешь, что мне нет дела до этого мальчика? Не смей упоминать его Я не хочу, чтобы они приходили в мой дом Сеньора, я их сюда не приводила Почему вы думаете, что я стала бы это делать? Но почему? Они знают Ауру и Игнасио Я не могу ничего с этим поделать Я тоже беспокоюсь, сеньора Мое сердце болит каждый раз Когда я думаю о сыне Ауры Потому что... Потому что... Он часть этой семьи Тише, челло, не повторяй этого Я не хочу даже думать об этом Здесь Останови здесь, пожалуйста Зачем? Что случилось? Прошу В чем дело? Останови Вот здесь, спасибо, Адриан Здесь Здесь произошел несчастный случай Хотя это было и давно Мне все еще кажется Что это случилось вчера Я помню, как дедушка Приехал в имение, чтобы спасти меня Потом они сильно поссорились с бабушкой Мы с Игнасио там были И нам удалось уехать оттуда на машине Дедушка сказал нам пригнуться Когда машина потеряла управление Потом она съехала с дороги и перевернулась После громкого шума Стало очень тихо Я больше ничего не помню Ты, правда, хочешь поехать в поместье? Зачем? Давай вернемся Нет, я хочу И должна поехать Мне нужно Избавиться от этой муки Адриан, прошу тебя Не оставляй меня Я не оставлю тебя Я всегда буду с тобой Ты плачешь Здравствуйте Я могу поговорить с Нелли Самбрану? Ее нет Что-нибудь ей передать? Кто ей звонит? Серхио Гарса, ее друг Ее друг? Да А в чем дело? Простите, что говорю вам это Но моя дочь Замужняя женщина А замужняя женщина Не должна встречаться с другими мужчинами Простите, но у вашей дочери неудачный брак Как ее адвокат Я помогу ей решить эту проблему Пожалуйста, передайте ей Что я ей звонил И пусть она мне перезвонит Хорошего дня Я должна была избавиться от этого ребенка сама Мне не нужно было доверять его тебе Я просто сделала то, о чем вы меня просили, сеньора И не злитесь Зачем твоя кузина отдала его знакомым? Почему не отправила ребенка куда-нибудь подальше отсюда? Я просила тебя именно об этом Моя кузина беспокоилась о благополучии этого ребенка Правда? Почему она так о нем беспокоилась? В чем дело? Почему ты мне не отвечаешь? Она добрая женщина, сеньора Она всегда помогала людям в нашем городе Вы из одного города? Да, она из Сан-Филиппе Рядом с вашим поместьем Там родились мы, с Филоменой Ты сказала, Филомена? Это ее имя? Скажи правду, Консуэлло Эта женщина, Филомена Знала моего мужа Кто она, Григорио? Я так не думаю, сеньора Откуда ей было его знать? Здравствуй, мама Что-то случилось? Если вам больше ничего не нужно Я пойду готовить, сеньора Извините меня Что произошло, мама? О чем вы говорили с Челло? Ты знаешь, как звали любовницу твоего отца, Фернандо? Не смотри так на меня Отвечай Я не понимаю, мама Ты говорила, что мой отец никогда тебе не изменял Не будь дурой, Фернандо Ты ясно мне сказала, что Григорио Хотел меня бросить и жить со своей любовницей А если ты знаешь это Значит, ты знаешь всю историю, моя дорогая Я говорю с тобой, Фернандо Как звали любовницу твоего отца? Я не знаю Откуда ты узнала, что отец собирался уйти от меня? Так говорили люди, мама Я знаю тебя, Фернандо Я знаю Ты лжешь Нет, я никогда ее не видела Никогда не знала ее имени Почему ты так нервничаешь, мама? О чем вы разговаривали? Кузина Челло Женщина, которой она передала ребенка Аурой Ее имя Филомена Я слышала, как твой отец говорил по телефону с какой-то Филоменой Это могло быть совпадение Совпадение? А то, что это женщина из города рядом с имением По-твоему Тоже совпадение Забудь об этом, мама Зачем говорить о том, что причиняет нам боль? Отец давно умер Хватит тревожить память о нем Я могла бы совсем не думать о его памяти, Фернандо Я узнаю, кто эта женщина Как знаешь Я не понимаю, о чем ты говоришь Ты должна рассказать мне правду Эрнестина, неужели ты думаешь, что в свои годы я способен вести любовные игры с другой женщиной? Я старый человек Для любви возраста нет Это не просто другая женщина Это Филомена Послушай Ты для меня все Бог наградил меня только одной любовью Эта любовь ты Господь хочет, чтобы я был с тобой и любил тебя Ты в самом деле думаешь, что мне нравится Филомена? Филомена все еще привлекательная женщина Почему ты думаешь, что богатые мужчины влюблялись в нее? Не из-за денег Ты приходил домой поздно уже несколько раз Твоя ложь не поможет мне это забыть Ты просто ревнуешь А это значит, что ты любишь меня так же сильно, как и я Спасибо, еда выглядит аппетитно Попробую, тебе понравится Привет Мы были в огромном доме, он похож на замок Но самое главное, я познакомился с Начо Это чудесный дом, большой, роскошный Расскажи им, милый Давай Начо классный И его кресло-коляска поднимается на лифте Кто такой Начо? Начо, брат Ауры И мой друг Заезжай Поверни налево Потрясающе Как здесь замечательно Сразу нахлынуло так много воспоминаний Я страдала от ностальгии Ностальгии? Ты скучаешь по месту, где ты страдала? Нет Я прожила здесь много счастливых лет Дедушка очень любил нас с Начо Когда мы были маленькие Он брал нас кататься на лошадях Мы ездили вокруг леса Было здорово Мне очень жаль его Дедушка страдал, узнав, что меня заставляют идти против своей воли Бабушка сказала всем, что я уехала учиться за границу А на самом деле привезла меня сюда, чтобы скрыть от всех мою беременность О, Господи Я могу помочь Кого вы ищете? Хакин? Привет, я Аура Вы не помните меня? Синьорита Аура Я не видел вас много лет Вы выглядите превосходно Я рад, что вы вернулись Никто из вашей семьи не навещает нас С тех пор, как Дон Григорио попал в аварию Никто не приезжает Прошу вас, проходите Спасибо, Хакин Спасибо Странно, что папа так сильно расстроен Из-за того, что я была в гостях у Ауры Он раздувает из этого целую историю В чем дело? Что-то не так? Тебе звонили Кто? Мужчина Я его не знаю Я ответила ему очень резко А зачем ты нагрубила? Кто он? Это тот адвокат Серхио? Зачем ты нагрубила ему? Я не знала, что это был он Обольстительным голосом заявил, что он твой друг Я сказала, что ты замужняя женщина И чтобы больше он не звонил Да ты что? Что ты? Что с тобой происходит? Прости меня Я не могу в это поверить Просто не могу Прости меня, Нелли Я не сдержалась Алло Серхио, это Нелли Как ты? Нелли? Прошу тебя, прости маму за ее резко Иногда она теряет контроль И может немного нагрубить Прости, я был с ней груб Я сказал ей, что хочу помочь тебе решить проблемы Наверное, нелегко иметь столько поклонников Да, ты прав, я нравлюсь многим мужчинам Зачем ты звонил мне? Хотел тебя увидеть Как адвокат и как друг Которому твоя мама Тебя не подпускает Моя мама не может запретить мне этого Я уже взрослая Прости Я бы хотела встретиться сегодня Если ты не занят Я буду здесь Ты можешь заехать за мной Пообедаем где-нибудь Хорошо? Я буду ждать Целую До встречи Ты не против? Мы одно целое Мы одна семья Я никогда тебя не оставлю Почему? Почему жизнь так повернулась? Моя дочь ни в чем не была виновата Моя дочь ни в чем не была виновата Моя дочь ни в чем не была виновата Мы вошли и увидели белый кафель на полу и громадную лестницу, красивые картины на стенах. Люди в этом доме хорошо одеваются. Я никогда такого не видела. Я тоже так хочу. Мне это очень нравится. А у нас люди в нашем районе грубые, вульгарные. Хватит, Нелли. Прекрати нас оскорблять. Никого я не оскорбляю, я просто... Оскорбляешь. Ты намекаешь на мать, на своего мужа и на меня. Я устал слушать о твоей неприязни к нам. Устал. Ты всегда твердишь, что мы бедные. Ты права, мы не богаты. Мы не такие, как они. Мы рабочие люди, мы честные люди и непорочные люди. Мы с мамой работали всю жизнь, как Адриан, чтобы дать тебе самое лучшее. Но тебе всегда было мало. Амадор, пожалуйста, успокойся. Я не успокоюсь. Она будет меня слушать. Для тебя мы всегда были бедными и ничтожными людьми. Бесполезными людьми, без денег и без дорогих вещей, которые ты так любишь. И хотя у нас всего этого нет, я горжусь тем, кто я есть. Я горжусь тем, чего я добился. Я горжусь, что я честный человек и у меня честная семья. Нелли, я очень-очень хочу, чтобы Бог позволил тебе чувствовать то же самое. Будь осторожна. Богатство, роскошь, особняки. Все это может отнять у тебя самое ценное, самое дорогое сокровище на свете. Отнять у тебя твоего сына. Дедушка! Что это с папой? Это Серхио. Он здесь. Уже приехал. Как я выгляжу? Я волнуюсь, мама. Не хочу заставлять его ждать. Вернусь поздно. Нелли! Что? Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, дочка. Не переживай. Я точно знаю, что делаю. Береги себя. Здравствуй. Привет. Выглядишь великолепно. Спасибо. Как ты? Нормально. А ты? Хорошо. Хорошо. Тебе лучше? Спасибо. Я сделаю все, чтобы помочь тебе. Чтобы помочь тебе залечить твои раны. Я сделаю все. Все, о чем ты попросишь. Мне больно видеть, как ты страдаешь. Знай, я с тобой. Херман. То, что сказал отец, правда? Ты не женишься на Клаудии? Этого не может быть, Херман. Ты не можешь так поступить. Почему? Почему? Я уже устал от этого. Я не сумасшедший. Я уже поговорил со всеми, включая Клаудию. Не могу я идти против своих чувств. Ты делаешь это из Ауры? Ведь вы с Аурой были вместе до ее отъезда. Мы не просто были вместе. Мы любили друг друга. Я верну ее любовь. Я люблю Ауру и женюсь только на ней. Ты сошел с ума. А ты не подумал, что может быть Аура? Аура влюблена в другого. Я скажу тебе правду. Аура любит другого. Это неправда. Кто он? Ты его знаешь? Я его не знаю, Херман. Аура говорила со мной о нем. Я его видела. Это красивый мужчина. Аура в него сильно влюблена. Я люблю тебя. Фильм озвучен студией «Инис» по заказу компании «Централ Парк». От Наршипа. Я не могу ошибаться. Я тебе хотел, чтобы ты чувствуешь себя. Фильм озвучен студия «Централ Парк». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok